всем привет поставьте пожалуйста плюсик если меня хорошо слышно все нормально звуком с изображением и мы будем начинать спасибо значит я честно говоря вот написал тему тренировки чуть позже пожалел о том что я выбрал конкретно такую тему как война блайндов потому как по старому нашему формату мы работаем с помощью двух лобзил также с помощью симплпус хлопа и я вот затестил несколько рук я просто понял что симплпус хлоп в качестве при флоп рейзера на малом блайнде он на определенном количестве бордов советует играть с очень низким конбетом и соответственно я эту тему еще не так хорошо проработал чтобы наверное иметь какое-то право делать по ней тренировку объяснять какие-то те или иные решения но я думаю сегодня мы попробуем понять какие-то и понять все-таки какие-то решения то есть я решил уже не менять не менять тему ставить как есть но хочу чтобы сделали с какую-то скидку и поправку что во время сегодняшней тренировки не все выводы могут быть правильными то есть я думаю сегодняшняя тренировка будет интересно в плане умение какого-то мышления тогда находить ответы на вопросы мне факт что мы будем находить правильные ответы но плане самого поиска я думаю тоже можно найти много много чего интересного хорошо я уже не буду больше оправдывать себя да давайте сразу тогда перейдем к нашей теории значит малый блайн против большого первое сразу по эксплуатту пару моментов я думаю сейчас я те у нас блокнот я добавлю первый и самый главный момент который вы должны должны знать это когда вы сидите на малом блайнде для вас очень важен стат то есть это стат который указывает то как часто big blind выбрасывает на наш рейс второй момент когда вы сидите на большом блайнде то вам надо знать диапазон с которым малый блайнд опен рейс ну я думаю это все известные моменты то есть я не буду останавливаться на каких-то моментах например что если мы рейсим тут немало что если у нас соперник падает например 57 процентов на рейс то мы можем сайзингом 2,5 разить и нету если же он падает 63 процента на рейс то мы можем и не туризм сайзингом иди блайнда есть даже соперники которые очень много будут падать на мин рейс что я считаю достаточно грубой ошибкой когда вы на мин рейс защищаете достаточно узко то есть это моменты на которых и мы не будем останавливаться также есть еще одна такая дилемма в игре small blind против большого блайнда это играть нам с комплитами то есть когда мы не делаем рейс и не делаем фолта просто играем кол на малом блайнде то есть этот нюанс этот момент игры мы не будем рассматривать мы будем рассматривать сегодня конкретно игру без комплитов то есть мы берем достаточно широкий спектр открытия но мы играем либо рейс либо фолт на sb это еще второй момент о котором надо помнить то есть на я думаю на микролимитах мы вполне себе можем позволить играть без комплитов не заморачиваться игрой сколами а просто смотреть на какие-то статы соперника когда например у него будет вот такой эксплойтный процент фолта рейзить ну не они ту но какой-то более широкий диапазон когда нету мы будем открывать более стандартный диапазон значит давайте сразу перейдем к диапазону открытия на sb в данном случае перед вами 45 процентный диапазон открытия для sb в целом его можно где-то ну расширять в сторону более широкого когда мы можем эксплуатировать нашего оппонента который будет слишком часто падать на наш рейс его можно где-то быть может сокращать если мы не уверен не уверены в силе в силе нашего постфлопа но я думаю тренировка пил сегодняшняя как раз тренировка для того чтобы были более уверены в силе нашего постфлопа то есть в целом не видится такой диапазон открытия достаточно стандартный будет может слегка он более лузов где-то ну где-то его можно сократить но чаще всего как раз уменьшают процент вот этого опен рейза за счет комплитов за счет какого-то баланса а поскольку мы уже договорились с вами что мы этим заниматься не будем то я думаю мы возьмем за отправную точку просто вот такой спектр даже если мы его на 5-10 процентов в одну из в одну сторону у режем или наоборот что-то добавим я думаю это не сильно принципиально но много поменяет поэтому оставим как есть что касается спектра защиты против такого диапазона то тут в первую очень важен сайзинг давайте я раз уже мы пока у нас пусто да будем исходить из того что мы подбираем сайзинг 33 блайнда мы рейзим на на малом блайнде соответственно банк будет 4 и большому блайнду надо доставить 22 блайнда то есть отцы мы ему предоставляем 33 процента то есть мы можем мы имеем порядка 33 не порядка конкретно 33 процента под отцы из-за того что мы находимся в позиции я думаю мы достаточно много будем реализовывать своего эквити и можем считать просто можем попробовать посмотреть на диапазон защиты исходя из этого эквити что у нас получится хотя я думаю что у нас получится слишком лозовый спектр защиты и мы где-то его будем резать чуть ли не не ту да то есть ну получается что мы практически какие-то совсем мусорные руки выбрасываем а если мы смотрим исключительно на чистое эквити понравилось видео ставь лайк подписывайся на канал и начни обучение покеру прямо сейчас